Всем привет, это Агрокурьер. Большая семья – это большая ответственность, а большая фермерская семья – это еще и обязанности, ежедневные хлопоты и большое счастье. О многодетной сельской семье в этом выпуске. Герои нашей программы – уникальная семья Елены и Сергея Потаповых из села Большой Толкай Похвестского района. В округе ее называют самой богатой, и вовсе не в плане зажиточности. Их главное богатство не купишь ни за какие деньги. У Потаповых девять детей. У семьи праздник, мама с папой приехали с покупками, среди прочего сладости, которых хватит на целую неделю. У детей есть еще время поиграть, а потом все дружно собираются за столом. В большой семье все четко распределено по обязанностям. Одни отвечают за кухню, другие за чистоту и порядок. Кто постарше, помогает родителям ухаживать за малышами, а заодно и по хозяйству. Логистика хорошо работает. Все накатанно. Все вместе. Обязанности у каждого распределены. Иначе, если не помогают друг другу, как либо так еще получится, каждый в разные стороны, а ничего не сделано. Ну и чисто физически просто даже не успеваешь, например, все одному сделать нереально. Пока, допустим, я утром готовлю кашу, уходим мы на дойку, они, Никита, утром всех будет в школу, они завтракают, посуду за собой моют, убирают. Соответственно, мы с дойкой заходим, я уже занимаюсь дальнейшими делами. Готовлю кушать Сережу в это время с остальными детьми. Потом он уходит дальше кормить коров, поить. Я уже сажу и обедать маленьких. Потом приходят в школу старшие. Ну и, в общем, помогают друг другу, поддерживают только так. Елена и Сергей односельчанин. История их судьбоносной встречи особой оригинальностью не отличается. Познакомились, как водится, на дискотеке и влюбились. И даже на какое-то время перебрались в город. Мы уезжали, мы жили в городе. Но не наше, не то. Очень много времени тратится впустую. Нечем заняться просто. Даже несмотря на то, что там двое детей. Работа, работа. И выходишь погулять, и какие-то развлечения. Все равно очень много времени было такого свободного. То есть, и... Ну, не наш город, это не наш. Приезжая в деревню, вот к родителям, с детьми мы вот здесь вот проводили время. И как-то вот в июле приехали, больше не уехали. В 2007 году не остались. Сначала года два пожили с родителями. Два года. А потом уже... Приобрели. Купили вот здесь маленький домик. Переехали сюда. И стали обустраивать свою жизнь. Отдельно от родителей. Купили первую корову. Потом еще одну. Да. Потом еще одну. Любой труд, он тяжелый. Ну, допустим, вот... Ну, где вот у нас работать? Все рабочие места заняты, да? Лакантных мест нет. Единственное, что остается, это работа в пятерочке или в магните. Утром я уехала в 8 часов, да? И приехала в 12 часов ночи в час. Я детей не вижу, дети одни. Кто сказал, что там труд легче? Тот же самый товар, который нужно разгружать, раскладывать, выкладывать, убирать, перебирать. Ну, ничем не легче. А здесь мы вдвоем дома. Дети рядом. Да. Все рядом. С данным поголовьем 3 часа утром и 3 часа вечером. Ну, может, часок днем нужно будет выделить время. А если летом они пасутся, так только проверять, ходить, чтобы они были на месте. Оба с детства мечтали о крепкой семье и чтобы детишек было много. Сейчас у них 7 мальчишек и 2 дочки. Все ребята отличные помощники. А трудиться Потаповы любят. Не бояться. Первая корова появилась на дворе благодаря Никите. Малыш всегда просил парного молока. А повзрослев, первый начал помогать родителям подойки. Сначала было немного страшно, а потом потихоньку подходил, гладил, привыкал. Потихоньку вот так вот. Потом доить начал. Первый раз. Ну, ощущения сначала были приятные. Он, типа, впервые в жизни вот так вот сделал. Рад был. За себя. Сам сделал. Раньше Потаповы вели небольшое подсобное хозяйство. Держали поросят, пчел, немного коров и бычков. Любовь к труду дети впитали с молоком мамы. Не то, что любовь. Это, понимаете, это как образ жизни. Становится привычкой. Получается, как обязанность, да, вот какая-то вот. Но я же не могу пройти мимо и не помочь. И, соответственно, если там папа сказал или там мама попросила. Да как бы уже и говорить не надо. Старшие уже, они сами выходят и занимаются, чем надо. Где навоз убрать, где телят напоить, где это, где то. И вот они уже уехали. Они напоили, накормили, все сделали. Мы приехали с продуктами. А будет ли любовь? Это будет видно со временем, когда они вырастут и будут выбирать свою профессию. Останут ли в деревню, уедут ли жить в город. То есть пока сложно сказать. Со своей стороны, мы, конечно, они с нами. Мы их учим. А выбор будет за ними. Мы бы как бы не настаиваем, чтобы сельское хозяйство, деревни... И поэтому нужно сделать механизацию, чтобы они видели, что можно работать совершенно в других условиях. И чтобы им это нравилось. Еще один немаловажный фактор, почему Сергей и Елена предпочли городу, родное село, доступна инфраструктура, местные красоты и здоровая экология. Что самого такого, можно сказать, про свой большой толкай? Что здесь такого вот прям... Родина. Для каждого человека, наверное, его место рождения самое красивое, самое любимое. Куда всегда тянет, хочется приехать. А у нас здесь еще потрясающая природа. У нас шикарный лес. Вот эти вот холмистые леса. У нас речка. В общем, и очень много сделано для того, чтобы комфортная среда обитания у нас была. Здесь вот у нас парк с родником, купель организована. Но сейчас зима, жалко, и вот не сможете показать. У нас прекрасная набережная сделана в этом году. А выделяется деревня как бы? Современная школа с потрясающим оборудованием. Есть класс «Точка роста». Футбольная площадка на школьной территории с искусственным газоном. Тоже потрясающая. Есть отдельная спортивная площадка. То есть... То есть это не глушь какая-то деревня? Нет, просветаем. Негативное понимание, да. Развивается? Развивается деревня. Да. Комфортная среда обитания у нас, эта программа работает очень хорошо. Детский сад у нас тоже есть, тоже в хорошем таком состоянии. Ну, у нас, правда, дети домашние, поэтому подробнее ничего не могу сказать. В общем, живи, да развивайся. Да. Да, условия для того, чтобы дети учились, есть. Для того, чтобы работать в деревне тоже можно работать. У нас здесь вот организован мясной цех. Если у нас получится выиграть гранты и построить помещение, нам тоже нужно будут сотрудники. Соответственно, это 2-3 человека, видите, они все равно это... Опять рабочие места? Пять лет назад Потаповы решили, у большой семьи должно быть большое хозяйство. Супруги выиграли грант «Агростартап», на который закупили племенной крупный рогатый скот и технику. Сейчас на ферме уже 35 дойных коров. Те, которые вот у нас по первому гранту привезенные, они все коровы с хорошим показателем. Их и было немного, 7 голов мы привозили. У них у всех на дои, с самого первого отела, 30 и выше. Вот, первоначально, поэтому нам было с ними сложно. Мы не совсем умели правильно их кормить, составлять рацион. Но потом, когда мы всему этому научились, и они, соответственно, ответили нам повышением надоев до 40-45 литров. То есть это как бы, я считаю, что это очень хорошо и сохранить здоровье коровы, и получить такие надои. Вот, здесь вот у нас есть северянка, она, конечно, такая дама с характером. Уже получается, она у нас 4 года с нами, 5-й год пошел. И до сих пор каждый раз при дойке она у нас танцует. Вот, она притопывает, и постоянно нужно быть на чеку, чтобы не получить в лоб от нее. Ну, такая вот она. Ну, и они все, у каждой свой характер. А вот 25 голов, когда мы привезли в этом году, вот они обезроженные, они все были без кличек. И вот для каждой нужно было придумать имя. Сначала это было просто. Кому что нравилось, так и называли. А дальше уже мы, когда к ним привыкали, уже появились такие вот, допустим, Ярослав у нас одну назвал вспышкой. Спрашиваю, Ярослав, почему она вспышка? Так потому что она очень вспыльчивая. Вот. В общем, дети приложили тоже, да? Да, есть у нас звезда. Почему звезда? Потому что она такая высокомерная, заносчивая. Ну, соответствует своей кличке звезда. Потаповы не только сами питаются натуральной продукцией, но и обеспечивают ею многих сельчан и горожан. Совсем недавно установили оборудование по переработке. Привет, я. Здесь у вас условно? Здесь сыроварение. Начали? Начали, да. Запускаем, учимся еще, как бы, пробные сыры варим. Делаем так. И что у вас это происходит? Ну вот, товары приобрели. Сыроварение. Нет. Так. А вы не знаете, да? Общая переработка. Как бы, вроде, и... Сейчас макарпы просто реализуем. Реализуем, да. Да, а излишки, излишки, как бы, перерабатываем сами. Ну, варим. Ну, что мучились уже, кажется, как и сыры? Ну, сыры, вот, в холодильнике у нас им по два или по три месяца уже, как бы, хранятся. И они зреют до четырех, ну, пять месяцев должны созревать. Помимо большой ответственности, обязанностей и ежедневных хлопот, большая семья – это еще и большая радость. В большом толкае Потаповы – пример для многих. На созданном подворье останавливаться не собираются. В этом году объявленным президентом России годом семьи они надеются получить господдержку и построить автоматизированную семейную ферму. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА